большое спасибо всех приветствую что ж начнем мой доклад мой вклад вкратце да вначале я еще немножко добавлю о себе интро закончил воронежский госуниверситет в далеком восьмом году больше 10 лет в бизнес анализе успел даже свой бизнес сделать причем не войти в области архитектурного проектирования и строим материалов потом вернулся обратно вот это помогло мне скорее всего помогло бизнес анализе и в удовлетворении наших клиентов удовлетворение их потребности о чем будет мой доклад это будет такой разогревочный перестрелочный доклад мало будет технических вещей я просто с точки зрения бизнес аналитика расскажу какие проекты какие проблемы мы решаем финансовой практике какие проекты бывают и на одном из них я остановлюсь более подробно и расскажу как же мы спасали клиента все-таки от экселя вот но заразились сами поехали финансовая практика как мы называем или предметная область или домен очень обширный и портфель проектов очень солидный мы помогаем клиентам со всего мира как сейчас модно говорить диджитализировать те сферы нашей с вами жизни которые касаются денег и финансов и я более чем уверен что все наши слушатели и зрители изо дня в день используют те продукты приложения и решения которым приложили руку ребята из датарта провели проверяете ли вы курсы валют по утрам или может быть вы покупаете продаете акции через приложение или через веб-интерфейс вашего брокера может быть вы заинтересованы в криптовалютах и биткойнах крипто кошельки почему нет может быть вы заинтересованы в покупке и оформлении страховки перед поездкой в отпуск а может быть вы посылаете деньги родителям или родным через банковское приложение или через сайт а возможно пенсионные фонды инвест фонды и страховые фонды инвестируют и приумножают в ваше накопление ваше пенсионное накопление с помощью продуктов которые создали ребята из датарта продуктов которые предназначены для анализа финансового состояния рынков и разных компаний теперь перейдем к одному из моих последних проектов вкратце расскажу в чем заключается бизнес клиентам и какие проблемы нам перед нами были поставить задачи были поставлены наш клиент занимается администрированием корпоративных займов проще говоря представьте такую ситуацию у нас есть стартап которому нужны деньги для развития на этом слайде он представлен как borrower слева он находит одного может быть двух а может быть 20 кредиторов они обозначены как лендеры справа они договариваются о чем-то они перечисляют друг другу деньги обмениваются документами так вот наш клиент является администратором всего этого процесса и он следит за тем чтобы все деньги были все транзакции были переведены в срок были оформлены надлежащим образом все документы подтверждающие эти транзакции тоже были оформлены вовремя в срок и были согласованы всеми сторонами проще говоря наш клиент это такой бухгалтер который следит за тем чтобы этот заем эта сделка прошла хорошо чем же конкретно заключается их работа и какие у них есть проблемы прежде всего наши бухгалтеры изучают все детали будущей сделки и создают расписание всех будущих платежей бывает на три года вперед бывает на пять лет бывает на 20 лет очень часто это ежемесячные платежи бывают квартальные но не суть естественно все это делается в excel и рассчитывается согласовывается с заемщиком с кредиторами следом наши бухгалтера создают сопроводительную документацию они создают уведомления счета на оплату и делают они это барабанной дроби в powerpoint да не в excel в powerpoint все равно рядом почему так потому что но нет у них автоматизированной системы где можно было все это дело выгрузить в любую транзакцию данную транзакцию выгрузить и сформировать какой-то инвойс или нотис их называют какую-то платежку и вот и за и из месяца в месяц наши бухгалтера обрабатывают сотни сделок перелопачивают excel файлы и генерируют в powerpoint вот такие бумаги и высылают их по почте кредиторам и заемщикам для согласования и тут вдруг заемщик решает сделать внеочередной платеж или может быть один из кредиторов продает часть своего своей доли другой компании или может быть стороны решают изменить периодичность платежей условия займа и так далее изменять процентную ставку в общем одним словом они создают головную боль нашему бухгалтеру потому что теперь ему нужно обратно идти в excel залазить в уже согласованное расписание все пересчитывать все переделать и опять на 20 лет вперед изменились записи о будущих транзакциях нужно снова возвращаться в powerpoint и опять менять все документы другой наш коллега нашего бухгалтера вот за тем временем занимается финансовой отчетностью нашего заемщика каждый месяц он обрабатывает уйму excel файлов который хранится отчет о работе операционной деятельности нашего стартапа все это приводит к общему виду конвертирует в одну другую огромную экселину в которой строит графики для отчетов для чего это делается мы должны следить что наш заемщик наш стартап получив деньги не потратит их на паку на покупку новой виллы или ламборджини да потратит их именно на благое дело на развитие своего бизнеса в противном случае кредиторы могут взыскать санкции могут оштрафовать могут на нашего заемщика может могут они изменить процентную ставку например и опять же это повлечет изменение расписания транзакций изменения расписания платежей и опять изменение всех документов и по новой согласования необходимо будет провести для вот этих задач забегу немножечко вперед наш клиент нанял субподрядчика с филиппин и целая бригада юзеров excel занимались вот это финансовой отчетностью занимались вот этими графиками и делали они это порядка двух недель каждый месяц у них уходило на обработку этих входящих excel и конвертации их в удобоваримые отчеты еще стоит заметить такой момент что финансовая сфера финансовая индустрия одна из самых старых и в связи с этим одна их самых зарегулированных то есть чем дольше в той или иной стране существует госрегулирование финансовых операций тем сложнее предложить рынку что-то новое создать новый продукт переделать старый продукт изменить какие-то процессы и получается так что финансисты бухгалтеры банкиры в своей повседневной жизни используют всем известны всем доступны и удобные понятные красивые приложения как мы видим на экране здесь заказывают они такси заказывают пиццу домой может быть бронирует гостиницу а потом они приезжают к себе в офис включает свой рабочий компьютер видят там следующее вот такую красоту они там видят это реальные скриншоты реальных систем и верхний скриншот если вдруг наши зрители кто-то знаком с этой истории эта история про один их самых одну из самых крупных ошибок финансовом плане естественно ошибок пользователи финансовой системы а если кто знает напишите может быть чат или есть такая есть такая возможность сколько миллионов долларов были ошибочно перечислены из-за ошибки пользователя вот из-за того что мы они в двадцатом году пользовались таким устаревшим интерфейсом не знаю победителю придумал какой-нибудь приз наверху скриншот из реального приложения которым пользовался до сих пор наверное пользуется city bank city bank это четвертый банк в соединенных штатах америки и в 2020 году один из операторов заполнял вот такую платежку информацию о транзакции и не недовыделил два чекбокса вот в этой форме просто забыл или не по усмотрению как-то не знаю не досмотрел плюс два других человека администратора они проверяли его работу и они тоже не увидели ничего подозрительного все галочки стоят на месте ничего лишнего нет все здорово и в итоге громадная сумма денег лёша пожалуйста напомни спроси у меня в конце после моего доклада я скажу сколько денег улетела не туда не по назначению дело дошло до суда потому что банк пытался вернуть эти деньги часть вернул часть нет но реально на заседании суда нью-йоркского суда рассматривался вот этот интерфейс говорили какой удобный неудобный пытались ослаться что вот он устарел поэтому была ошибка и так далее и тому подобное да это в этом есть проблема и опять же еще эту проблему нам необходимо было решить чтобы оператором бухгалтером было удобно работать чтобы у них был современный красивый инструмент и так как же мы решали проблемы нашего клиента ну так как я бизнес-аналитик естественно скажу что главное сделать хороший анализ правильно мы начали с анализа всех возможных кейсов что может произойти может ли один их один из кредиторов продать часть своего долга может ли заемщик нарушить свои обязательства и процентная ставка вырастет когда она выросли через полгода после начала сделки через месяц через какое количество траншев мы должны поддерживать то есть если наш заемщик просит миллион можем ли мы их разделить на 10 транш по 100 тысяч или это будет один транш и так далее все эти кейсы мы выписывали в одну большую огромную диаграмму расписывали алгоритмы и протоколы как действовать что делать как обрабатывать эту информацию как это повлияет на наше расписание на наших платежей ну естественно это меняет влияет не только на даты и расписание это влияет на сумму будущих транзакций зафиксировали это идем дальше мы проработав все это мы запрограммировали эту логику и как-то не банально звучит но мы дали нашему клиенту одну большую классную кнопку которая генерирует расписание и заготовки для наших будущих транзакций для наших будущих перечислений на годы вперед и с этим инструментом можно играться как угодно клиент просто был счастлив что теперь у него ему не нужно идти поднимать excel и копировать из одного листа в другой проверять формулы суммировать все несколько раз перепроверять балансы и так далее все делается одной кнопкой создав это расписание будущих платежей другой наш микросервис да архитектура у нас микросервисная другой наш микросервис позволяет сгенерировать платежки документы к нашим транзакциям никакого powerpoint 1 кнопка выделили наши транзакции сказали все хочу объединить их в один платежный документ вот документ готов никакого больше имела все документы выкладываются в общее хранилище в системе у каждого заемщика у кредитора есть свой логин они входят в систему увидят уведомление что нужно просмотреть какие-то документы теперь мы решили вопрос с безопасностью еще опять же да и решили вопрос с powerpoint сократить время на подготовку документации отлично что еще также наш третий микросервис обрабатывает excel файлы с финансовой отчетностью он приводит ее к стандартному виду и сохраняет базу данных опять же мы сэкономили время седые волосы наших операционистов наших пользователей все загруженные данные данные с транзакцией данные с финансовой отчетности мы можем комбинировать в формулы и считать свои собственные индикаторы проверять их каждый месяц хоть каждую неделю как ведет себя заемщик какова его финансовая стабильность финансовое здоровье и так далее также можно можно сравнивать значение финансовые показатели текущего периода например с периодом год назад то есть не нужно идти опять в экселе и выставлять пробивать все формулы в каждых ячейках и растягивать их до конца экселевского листа все проблема решена с этим настрой все числовые данные имея их системе мы можем настроить создать графики создать виджеты для удобного и красочного предоставления информации и разместить все это дело на дашбордах теперь не нужно ждать что наш клиенту не нужно ждать пока операционисты подготовят отчетность в экселе выгрузит ее знаю в powerpoint и сделают одну отчетную форму распечатать pdf и вышлют клиент нет теперь ждать не надо каждый пользователь теперь может сам создать себе свой дашборд и в реальном времени отслеживать как обстоят дела это еще один микросервис который помог решить эту задачу на этом слайде представлены результаты что было до что стало после ну цифры наверно говорят сами за себя да вот здесь указано что был субподрядчик на филиппинах которые две недели обрабатывал экселе теперь это делает один человек за один день и да немаловажно конкретный пример хороший когда мы на созвоне с клиентом услышали очень теплые слова когда один из представителей заказчика клиента главный можно сказать главный бухгалтер который занимался созданием платежных документов и согласованием он всегда молчал на звонках ну редкого его из него можно было вытащить какую-то реплику и вот он включился однажды сказал ребята мы это делали неделями каждый месяц теперь мы это все сделали за день это прям здорово но мы чуть не заплакали это было здорово это было очень приятно видеть результат своей работы и видеть как он реально помогает людям и пока слава богу никто не уволен из команды клиент из бухгалтеров все нормально да мы смогли спасти клиента от экселя сэкономили кучу времени кучу денег но заразили сами и вот почему знаете у строителей есть такое выражение что дом нельзя построить без скотча все равно нужно что-нибудь подклеить будет заклеить и скотча никуда я считаю что также с экселем я твердо уверен что ни одно приложение ни одну программу нельзя написать без экселя каким-то образом не применив его особенно если вы имеете дело с формулами и периодическими расчетами то документация вот как вырезка сейчас на экране документация к такого рода алгоритмам и операциям в текстовом формате ее сложно воспринимать разработчикам сложно понять что от них требуется что нужно сделать тестировщикам сложно понять как проверить полученное значение что мы делаем мы оформляем полный набор вычислений в экселе как раз мы берем за основу все те кейсы которые мы на этапе анализа выявили и на каждый кейс создаем отдельный excel файл отдельную excel таблицу где расписаны все платежи по датам все размеры этих платежей кто какую часть получает и так далее прописываем все формулы все формулы видны в экселе достаточно кликнуть ячейку добавляем комментарии таблица эти файлы выложены в облачное хранилище к ним имеет доступ разработчик тестировщик клиент их гораздо проще валидировать у заказчика потому что все на виду сразу конечные цифры все видно это не простыня текста в которой нужно разбираться вчитываться в правила вычисления той или иной формулы да все сразу на экране что дальше дальше происходит следующее excel таблицу наши разработчики выгружают в cc формат и используют ее как эталонный набор данных эталонный набор значений для своих юнитестов то есть мы на каждый кейс у нас есть свой юнитест который сверяется и подсвечивает расходящиеся цифры мы всегда знаем какой тип транзакции какой тип сделки поломался после того как мы разработали ту или иную фичу или сделали какой-то апдейт это очень удобно разработчики очень хвалят такой подход это гораздо облегчило им жизнь и мы с большей вероятностью находим эти ошибки на ранних стадиях и исправляем их еще такой момент всегда стоит помнить финансах особенно что если ваша программа если ваш продукт что-то считает то естественно мы показываем демо клиенту говорим смотри клиент мы разработали вот этот модуль эту функцию теперь она считает этот показатель какой-то формулу какой-то что сделать клиент я думаю что 99 процентах случаев клиент пойдет в excel и в excel и будет пересчитывать это же значение чтобы понять правильно мы его посчитали или нет в excel очень много встроенных функций финансовых функций показать там считаются проценты доходности и так далее алгоритмы везде разные могут применяться но очень часто с excel буду сравнивать поэтому мой совет с excel им нужно считаться всегда сначала нужно посчитать в excel и посмотреть алгоритм который считает в excel и потом идти разрабатывать или согласовывать алгоритм с клиентом считаем ли мы по excel с ким правилам или по каким-то другим потому что если даже вас ваш клиент заказывает вам софт и говорит нет не надо считать как как в excel и у нас есть свой алгоритм своя формула мы там на 15 процентов отличаемся потом пользователи другие все равно будут могут пользоваться excel им поэтому цель все равно очень важен как же мы работаем как построен наш процесс конкретном проекте так случилось я считаю что это здорово здорово классный опыт что над нашей командой солнце практически не заходит никогда вот на этой карте синими кружочками обозначены ребята из дата арта красными кружочками обозначены ребята из команды клиента ну идем справа налево когда у эксперта из австралии представитель клиента из австралии завершается рабочий день я находясь в я успеваю с ним созвониться рассказать ему про что-то там про новую фичу потому что ему скоро нас на сейщее утро ему идти к покупателям специальным инвесторам и рекламировать или предлагать нашу систему показывать как она работает в 11 утра по москве наша команда data art собирается на ежедневный созвон разработчики тестировщики и находится воронеже москве харькове киеве алмате ближе к вечеру подключается дизайнер на стороне дата арта из бонус айреса мы решаем какие-то общие вопросы быстренько за полчаса и затем уже в 5-6 часов вечера по москве мы все идем на общий созвон с клиентом куда подключается уже коллеги северной америки обычно мы показываем демо показываем то что сделано за предыдущий период планируем следующие шаги обсуждаем какие-то открытые вопросы что хотелось бы сказать в завершении таким образом дался вам показать что начав с 1 решение всего одной задачи как там упростить обработку в экселе данных мы уже для клиента разработали несколько подсистем каждый из которых может быть отдельным проектом в принципе и действительно я считаю что финансовый домен очень разнообразный предметная область финансов очень разнообразно очень интересно и быстро растет большое количество инвестиций вкладывается финтехи в стартапы и так далее и потребность в разработчиках я считаю что будет только увеличиваться недавно я со своим отцом который тоже бывший разработчик сейчас на пенсии мы недавно с ним общались я им также рассказывал вот примерно похожую ситуацию что мы делаем для нашего клиента что мы берем эксели с финансовой отчетностью и формируем из них красивые дэшборды отчеты вот на что он мне сказал что 20 лет назад он делал ровно то же самое для газпрома то есть глобально еще делать и делать задач очень много и то каким этот мир будет завтра какими приложениями финансовыми приложениями будем пользоваться это все зависит от нас я всех призываю присоединяться к дата арту и финтеху в частности